В Гомеле до 1 вересня откроют рух по части новой дороги, яка излучает Любинский микрорайон со шведской горкой. Объект социально значный, будет поможем особым школьникам скоротить шлях до своих научных установ. Громадский транспорт плануется пустить от початка улицы Пеняськова до мемориала воинам-интернационалистам. Подробязности в нашем сюжете. Жихарка шведской горки Вольга Санько мать двух дочок. Старый шайзых уже наведывает 61-ю школу города, куда добирается на 52-м автобусе. Иногда неудобно, особенно с утра. Редко ходит автобус, и они постоянно переполнены, потому что огромное количество школьников, детей, которые в детские сады посещают. То есть вечно переполненный транспорт. Я считаю, что открытие автодороги на Пятый микрорайон поможет разгрузить и Жуково дорогу, потому что там тоже постоянная пробка, и дорогу здесь, на Карбышево. То есть будет намного облегчено движение транспорта. Запуск руху на участку новой дороги и Жахараме областного центра чекается с нетерпением. На передний Дня ведов обновленные автобусные маршруты значительно скоротят час находжения у шляху как для школьников, так и для их батьков. Процесс подскорить и доставку выхованцев детских садков на территорию установ Пятого микрорайона Гомеля. Любинский микрорайон очень хороший, да, о нем наслышаны, поэтому тоже рассматриваем его как вариант, чтобы туда отправить ребенка в сад или в школу. Безусловно, открытие автодороги очень поможет нам добираться туда. Ходим мы в 43-ю школу пешком, но иногда добираемся, пару остановок на автобусе. Проблемы с пробками бывают, да, но очень надеемся на новую дорогу, что после ее открытия пробок больше не будет. Разметка на отшастке дороги уже выканана, знаки установлены. Зеленым колером выделена зона для велосипедистов. На отшастке магистрали полночь-полдень рух по кульбуде обмежеваны. Тут еще плануется завершить работу до улицы Жукова и от Жукова до проспекта Кострышника с перебудовой скрыжеванием. Проходит мероприятие по подготовке к открытию движения двух участков. Один из них в составе 59-го микрорайона, это проектируемая дорога номер один от Карбышева до север-юга и часть дороги север-юг от перекрестка с 59-го микрорайона до 60 лет СССР. Фактически на этих участках выполнен весь комплекс дорожных работ. Все выполнено по проекту безопасность дорожных движений и идет в стадии согласования акт подписания в ГАИ о возможности такого движения на этих участках. В связи с открытием руху по дороге, которая излучает улицу Пеняськова с Богдана Хмельницкого, на сайте Гомель А был пассажир Транса запущено специальное опытание. Местовым же хорам необходимо самостоятельно проголосовать за наибольшь взручный вариант маршрута. Для наибольшь активных продугледжена махчимость унести уластные пропановы. Мы предложили несколько вариантов. Это изменение схемы движения 52-го маршрута с организацией его по улице Богдана Хмельницкого, новой дороги Пеняськова и далее по маршруту. По изменению маршрутов 42А и 42Б с организацией движения его по улице Пеняськова, Братев Лизюковых и далее по маршруту. Это маршрут 52-й, вот это новая дорога и планируется организовать вот таким образом движение. Что касается 42-го маршрута, на данный момент его схема вот такая. На даденый момент за оптимальный для себя расклад грамадского транспорта проголосовало каля 300 человек. Больше из их за изменение схемы маршрута 52-го автобуса. Скончиться питание плануется до конца бягучего тыдня. Олеся Заяц, Светлана Главко, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гумель».